Всем привет! Едем домой. Везу Алисе и Кате мороженка, печенье и бананы. И мы ездили здесь около нас к одной бабушке, которую я не знала, познакомилась с ней. Она мне дала кабачков для уток бесплатно. И мы ей тоже купили мороженка, бананчиков и печенье. И себе домой тоже взяла. И вот это смотрю, что мы из машины не забрали. Вчера Дашенька подарила, маленькая Дашенька, самая младшая, подарила Алисе такие классные подделки свои. Вот этот цветочек она дома сама сделала. Смотрите, какая прелесть. Прям как настоящий. И вот это она сделала в садике. Вот Даша ходит в садик. Вот, видите, облачко, снежок, дождик. Тоже очень классно. И подарила Лисенку. Надо забрать домой и где-то на видном месте поставить. Пролежаем забор, который грызли. Кто его грызли, так я не знаю, но он как будто погрызли. Термит. Какими-то улочками Костя везет. Вообще не пойму, где мы. Когда мы домой доберемся, мороженое тает. Хочу передать привет моей подписчице под ником Ветер Перемен. Вы знаете, как я редко передаю приветы. Но именно ее комментарий остановил меня от того, чтобы все-таки бросить свой телеграм-канал. И я решила его оставить именно для таких людей, как она. Которые начинают свое утро с чашечки кофе и смотрят, как у нас прошла ночь. Волнуются за нас, беспокоятся. Я поняла, что ради таких людей стоит его вести дальше. Так что буду иногда вам там что-то интересненькое писать. Сегодня, кстати, уже очень смешные вещи выложила. Так вот, что я вам тут села рассказать. Я знаю, что больше всего понравилось бы Алисе на день рождения. Вот какой получить подарок. Но я понимаю, что мне не хватит времени его сделать. Поэтому я обращаюсь к вам. Может быть, кто-то захочет это сделать. Я сейчас покажу, что я нашла в интернете вообще. Как пример того, что можно сделать. Это можно сделать своими руками. То есть, если вы захотите сделать такое для Алиски на день рождения. Я открою какой-то ящик на почте. Ближе к ее дню рождения я скажу, куда присылать. А вы пока можете сделать. Это может быть любая вообще поделка по вот этой игре Бан-Бан. Я даже видела, как это делают... Знаете, такой конвертик переворачивается из бумаги. Ну, то есть, 4 квадратика. И картинка на них нарисована. Потом их как-то переворачиваешь, получается другая картинка. Переворачиваешь, получается другая картинка. И как-то оно все время переворачивается. Даже вот такое просто можно сделать с этими персонажами. Ну, в общем, любая фантазия. Алисе понравится всё, что связано с этой игрой, с этим мультиком. Ну, там же и мультики по этой игре уже сделали. Я вам в описании оставлю ссылочки на то, что я нашла. Ну, вот как примеры, что можно было бы сделать. И я вам скажу, что я сначала смотрела какого-то мужчину, который делал обзоры на вот эти вот там коробки Гартынов Бамбан, эти книжки Гартынов Бамбан, которые кто-то сам придумывал, делал. А потом я поняла, что он просто брал эти видео на другом языке, где-то сняты в Китае или в Японии вообще. И просто себе озвучивал там, посмотрите. Ему даже не надо было самому делать все эти коробки. Он просто брал чужие видео, озвучивал их, ставил себя в уголке видео и рассказывал просто то, что сам видит. Я сначала его видео смотрела, а потом я поняла, что искать надо там, на тех каналах. Ну, и в Китае или в Японии. Там очень большое разнообразие, очень много всего можно выбрать. Так что, если кто-то хочет помочь мне сделать для Алисы такой подарок, который для нее будет просто вау, то у вас есть возможность это сделать. Если у вас есть такое желание, то вот смотрите ссылочки в описании, посмотрите примеры. И если что-то подобное вы можете сделать, умеете, или у вас получится, или вы попробовать хотите, то пробуйте. Мы будем очень рады, если такое вот нам пришлют. Это такой напиток в виде зайчика. Дала мне Даша. И вот такая вот змейка. И из мармелада. Но она растающая, ее надо пить. Это так придумали. Не знаю, я что-то за напитки такие первые свежу. К Алисе приехала Дашенька, средняя. Средняя Дашенька. Можно их выпить? Ну, попробуй. А как их открывают? Наверное, тут как-то открутить нужно? Да. Мне Даша так сказала. Тут отрезать. Смотрите, я поразбирала игрушки. Застелила диван. И котят накрыла вот этой самой штукой. Они были накрыты у меня просто покрывалом. А сейчас как раз та штука, которая должна быть тут закрыта, она просто не до конца закрыта, чтобы Мира могла зайти. Я вам сейчас хочу их показать. Пока Мируся гуляет. Сердечком легли. В общем, они оба открыли глазки. Мало того, что открыли глазки, они уже начали друг с другом играться. Это так интересно смотрится. Еще еле-еле шевелятся, а уже играются. Кузики-бутузики. Это ты? Иди посмотри на котятка. Посмотри, как лежат. Как сиамские близнецы. Ладно, проснуться я вам покажу, как они играют. Субботи этих не хочу. Я офигею с иерархией у этих гусей. Сейчас поменял им тазики. Вот это, которое абсолютно без пятна на голове. Ага. Как и в прошлый раз. Белоснежная ходит, искупалась там. Сейчас сидит беленькая, чистая, перышки там себе чистит. Те двое грязные, особенно Петя этот реактивный. Она им не дает купаться? Ну, она первая туда сиганула, и все, заняла. А те там где-то с лужи хлебали. Короче, Костя говорит, что у нас одна утка, не гуси, утки у нас. Одна утка, которая самая белая. Она типа командует, она берет Петю за шею, отодвигает его от миски, когда надо кушать. А как она за шею отодвигала? Что прямо вот так вот? За холку клювом взяла его. Он подошел пить, та его за холку клювом. Иди отсюда. Жесть. Начала пить сама, Петя постоял в сторонке. Вот у королева у нас утка. Или король. Петя хоть и реактивный, но... Да, но не спортивный. Я сейчас разбираюсь у Алисы в канцелярии. Нашла такой альбомчик. И, в общем, тут в конце альбомчика. Я не знаю, когда она это рисовала. Может быть, давно. Ну, потому что так нарисовано как-то небрежно. Сейчас она лучше рисует. Но мне очень понравился вот этот момент, где она написала «Мама Алиса, и мы друг другу руки тянем». То есть я этого не видела. Она мне это не дарила. Просто рисовала. Она, видимо, еще и не дорисовала, не успела. Но вот сам факт, вот то, что она придумала, мне очень нравится. Что-то на улице ветер поднимается. А мы собирались опять сегодня во двор к друзьям. Неожиданно, даже прохладно. О, алыбаки. О, привет, Дашуль. У тебя легко получается? А ты уже устала? А как же мы к друзьям пойдем гулять? Ты с Дашей уже набегалась, да, котик? Да. Да? То, что, не поедем сегодня? Поедем, конечно, только водой. Так вон же твоя вода стоит на столе. Да. Там. Тебе жарко? Я вышла, мне холодно. На, садись. Ты бегала, что ли? Да. Да? На самокате гоняла. А, на батуте напрыгались. Ну, тогда ясно. Я еще на самокате гоняла. Понятно. У нас синий свет отключил из рамки. Да, вы без света. Капец. Из котелки. Пока, боже. Алиса. А случайно. Больно, не? Больно. Вот тут. А, да нету старенькая Вавка, новых нету. Есть. Маленькие. Ну, маленькие точечки, да. Давай, иди помой коленки с мылом, хорошо? Ты куда? К бабушке. А, к бабушке. Ты там помоешь? Да. Ну, хорошо. Алиса только что упасть успела. Можно к кастрюлю? Я официант. Еще компот, да? Ну, да. Пойдем пока. Ой, Кость. Компот. Протер, постарался. А когда у тебя день рождения? Что ты такой злой, лимон? Злой. Просто кричал. Вкусняха. Вкусняха. Так, приятного аппетита, девчонки. Алис, тебе на этот раз съесть суп вместе с Дашей. Може. Може только мясо и все. Ну, хотя бы мясо и водичку. И немножко картошки. Она же вкусная. Тебе понравилась? Угу. Сейчас мы вам покажем, какое у нас случилось чудо. У нас с Алисой начала картошку кушать. Ага. Случилось это, когда я сварила борщ с картошкой. И я Алисе, ну, в общем, насмотрела мультик. Я подошла и стала ей давать картошку поесть. А она засмотрелась на мультик, жевала и говорила, так вкусно. Я говорю, вкусно? Ну, вот видишь, говорю, ты же картошку ешь. Она такая, что? И поняла, что картошка это вкусно. Вот и теперь ез ты картошку. Так что у нас радость такая. Наконец-то. Ау, вараник, привет. Я уже еду дома и скажу, мама, у тети Лены такие вкусные супы. И мама спрашивает, а ты все сделаешь? Я скажу, да, а что ты в дома так нанесешь? Я говорю, не знаю. И мама скажет, спрос и шутит Лены рецепт. А на самом деле-то суп простенький, даже без зажарки. Так, ну, сегодня Алиса лучше суп поела, и картошки поела, и мясо поела. Макароны так неохотно. Но уже получше все равно, чем в прошлые разы. Сейчас еще по котлетке съедите, и все, и поедем. Ура! Захожу домой, говорю, Костя, что это? Он говорит, я не знаю. Я говорю, ты что, прикалываешься? Ты отсюда, говорю, детям компот налил? Да, говорит. Я говорю, бегом забирай. Он пошел забрал обе чашки. Ну, мало ли там стекло попадет. Видите, разбилось, Костя даже не заметил. Я им сейчас грею компот другой, который вчера варила. Грею, потому что ледяной из холодильника, чтобы хоть чуть-чуть, чтобы не такой ледяной был. И получается, вот этот компот у меня свежий вчерашний, а тот был позавчерашний. Думала, надо его сначала допить. Сегодня убирала, нашла вот этого фламинго. Когда-то в Киеве еще покупали. Короче, лисен так понравился. Она его расчесывала сегодня. Говорит, с собой возьму во двор. Так что фламинго, наверное, с нами поедет. Смешная птичка. А пристегнуть меня забыли. Да ладно, тут рядышко. А цыпленка я пристегнула, потому что у нее еще маленькая. Хорошо. А ты пока посиди, мамочка. У него мамочка фламинго, а папа утка, наверное. Селезень. В общем, едем мы уже на площадку. Все, приехали. Там тебя, наверное, ждут уже. О, да. А, бегут уже. Привет. Алис. Я пусала. Привет. Привет. Я игрушки взяла с собой. Да. Не можешь и обнять, да, Алис? Все руки заняты. Да, я тут игрушки. Здрасте. Привет. Моя сестра вас дивилась. У вас скоро будет 2 миллиона подписчиков. Да. Да. Я сегодня уже дивилась и смотрю у вас видео. Сейчас буду вас учить играть в квадрат. Хорошо. Надо начертить квадрат. Стоп. Да, отсюда и до туда. Просто ровно ведешь. Осторожно. По двору? Да. Не у нас. Не, недалеко. Так, намалювали квадрат ровный. Теперь делается в середине круг. Великий круг. Может, это ее у вас квадрат просто так называется. Все, а теперь становимся. Кто играет. Каждый свой квадрат занимает один. Четыре человека играет. Ты на вылет ждешь тогда. Смотрите, Игорь. Вот, например, я начинаю. Я кидаю в круг. И ты должен ногой отбить, не сильно отбить. Чтобы кому-то на зону полетело. Чтобы не вылетело за у тебя две твои полоски. Если за у тебя две твои полоски вылетает, тебе гол. Понял? Вот то. Я буду ладо. Смотри. Вот то твои ворота получаются. Вот это твои. Вот эти две мои полоски. И вот эти две твои. А я. Понятно? А ты ждешь на вылет. Сейчас кто пять очков проиграет, тот потом ты заходишь. Слегка ногой. Один раз можно. Ты должен с одного касания отбить. С одного касания. Не останавливать мяч. У меня одно касание. Ну, я типа могу так сделать. Все. Тебе один. Тебя теперь один. Добрый день. Сейчас ладь. Да не, мы аккуратно. А теперь берешь в руки. Потому что тебе гол. И выкидываешь в круг. Вот так вот руками. Не сильно. Не, не, не так. Не так. Ты должна в центр попасть. Вот так. Да, да, да. Только надо в центр попасть. Ну, ладно. Давай, отбивай. Я хрустала. О, вы поняли. Все, одни касания. Да, давай. Ты можешь к нему запрыгивать на одной ноге. На его зону. Да, ты стараешься забить. Ух. Все. Тебе два гола. Потому что через тебя перелетело. Ты должна была успеть подбежать. За Игорем. Давай ей мячик. Не, она выкидывает. Ей забили. Руками бери. Ты все время... У тебя только два балла. У тебя два балла, у меня ноль. Смотри, ты играешь все время. Ага. Ты все время защищаешь свои эти две полоски. Я хочу ее выпить, а клад. Машина. Давайте отходим. А, она не сюда. Она не сюда. В центр. Опять не попала. Давай. Так. Так, отлично. Все прекрасно. Один раз. Не, руками не бери. Ножками отбивай. Один раз ногой. Один раз. И опять тебя забили. И подъед. У тебя три. Давай. Заскакивай к нему на одной ноге. Да. Ну, ничего. Ничего, не будем это защитывать. Одно касание. Давай, отбивай. Отбивай, отбивай ногой. На твоей зоне отбивай. Куда хочешь. Давай. Давай мне, давай мне. О, сам себе забил. У него один. Сверху. Да, вот так, в серединку. Да, так можно заскакивать. На одной ноге. Один. Один. А еще тут есть такие секреты. Если забьешь пятку, то сразу пять очков. О, все. Четыре у тебя. Еще один и ты вылетаешь. Да, вот так. Опа. Воно мне. Давай, подбегай. Да, ты копил. Да, давай. О, ты посадишь. Ааа. Это зачем мне? О, это ты соби забил. Если оно воздухом прилетело и об ее поле не ударилось, то тебе. Опа. Я уже два. Привет. Да, у тебя два. И если не попадешь в круг, то тебе тоже будет гол. Так что. Нет, нет вообще. Давай, подбегай до него, не жди его. О, сам собі. У тебя уже три, да? Нет, два. А у меня это два. У меня тоже два. Два, два и четыре. И ноль. Да. Забейте меню. Я четыре. Давай, кидай. Да, я знаю. Запрыгай на одній нозі до него. Або ударь просто. Ты зробил касання, цього не можна було робить. Ну ладно. Надо сразу бить. Можно я еще? Ну давай, хорошо. Все. Иди, иди. Все, она выбила. А теперь, если кто-то вылетает, все на одно поле переходят. Отбывай. Мама, отвбивай. Так, давайте. А он себе. Себе забил, да. Слишком сильно ударил. Себе, если кто-то прилетает мою, на 7 плюс, как гол. Нет, теперь он выкидывает. Ему гол. Ему ж гол. А у меня ноль? Вот это ноль, пока у всех-таки у него голоден и все. Вот тому тут дуже сильно быть и не треба. Отбивай, отбивай. Молодец. Все, пошла игра в мальчишек. Молодцы. Один. Так, Алиса тут с девчонками. Мальчишек и научила играть в Кудрад, как обещала. Оставила их там играть. Им понравилось. Оставила им мячик. Мальчишек и Осторожно. Осторожно. Осторожно, Алиса. Не упади. У меня есть три жизни. Если три раза попадешь, я упадешь, я выиграю. У меня и у него три жизни. Хорошо. О, все, выбила меч, все. Сейчас еще девочка велосипед вынесет. О, тут куча велосипедистов. Мы за здоровый образ жизни. Ого! Аж смотреть страшно. Там идут бои. Настя организовывает. Не знаю, выживут ли эти наши штуки после этих боев. Кто такое уже? Можно я потом... Да, Алис, только далеко не уезжайте. Алис, смотри, кто приехал, Алис. Все, у нас сплошные велосипедисты, слушайте. Я узнала, что вы живете. Да. Так, Алис, там машины могут ездить. Макс, давай на карте погадаем, сколько сейчас времени. Можно по солнцу высчитать, куда тень падает. Я высчитываю по своими голосами. Все, мне чудится два ромба. Это значит, что сейчас точно. Я одна придумала. Я одна придумала наше приветствие. Это значит, я Макс. Я хочу расскажу, что мы. Мы как-то на наше повернулись с папой на лестницу. Не можно не верить. Алис, я не знаю. Там стоит моя машина. Алис, тормози. Получается кто-то. Ага, отлично, умеет. Алис, умеет. Алис, умеет. Тяжело педали нажимать. Так смотрю, как она с трудом крутит. Наверное, там что-то надо подкрутить. Это нема. Я не знаю. Мы его купили в Испании у людей. Типа БУ, потому что не могли новые на такой размер найти. Именно 18-ку колеса. 20-ки новые продавались, но ей 20-ки были маленькие. Ой, большие. Нам нужна была именно 18-ка. Сейчас. Разгоняйся. Так смотри, там машина, если будет ехать, тогда тормози. Я буду бегать. А я буду за Алиской ездить. Добрый день. А я буду бежать. Если ты разгонишься, Алис, будет легче ехать. Разгоняйся, не бойся. Сейчас направо поворачивай. Направо едем. Алис, направо, направо туда. Олег, ну как так? Да. Алис, не спеши, машины могут ехать. Я охрана Алисы. А я охрана. Охрана охраны, да? Охрана охраняем охраны. Гениально. Алиса, это дорога, по которой ездят машины. Осторожно. Держись сбоку. Асфальт, конечно, хороший, но... Я хотела узнать, где вы живете, как выезжала из своего дома. Да. Все, велик упал. Да, есть попугай. Песок, конечно. Песок заехала, да? Да. Я их загоню. Давай, Алисушка. А вы, ребята, знали, надо полы села прыгать? Недавно. Я их уже научила в квадрат играть. Мы там его нарисовали. Максим, вероник. Вероник. Давай, давай, жми быстрее на педали. Давай. Осторожно. Стой, 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 стой. А вам будет вот эту педаль. Что на палец? Давай. Давай. Вероник. Какие надо перероднить? Как нечестно! Игорь, как нечестно! Я пустою. Нет машины, машины! Ой. Как ты соскакиваешь? Доброе утро, охраняет объект А